Здарова, бандиты! С вами я, Стив Про, и сегодня я хочу научить вас пользоваться World Editor в Майнкрафте Покет Эдишн. Данный урок будет полезен как и для ПК, так и для мобильной версии. Одинаковый World Editor он везде, друзья, он совершенно одинаков. Собственно, у многих возникнет вопрос, где же я с ним столкнусь? Если, конечно, вы много играете на ПК и на мобильной версии Майнкрафта, то столкнётесь вы с ним почти везде. Лично я сталкиваюсь с ним на своём сервере, а раньше на ПК сталкивался на серверах, где даже простому смертному давали в руки World Editor. Я сам удивлялся, но я не понимал его надобность. Но после того, как мне объяснил мистер Фокс самой важной командой, я понял всё, насколько он важен и насколько он крут. Собственно, я объяснил две команды, а дальше я понял сам, потому что это и правда очень легко. Собственно, друзья, что же, для того, чтобы пользоваться вообще данными командами, вам придётся не просто взять топорик, вам придётся залезть в чат. Да, залазите в чат и пишите довольно прикольную команду. А именно, две палочки, друзья, такая команда, она везде, и пишите вент. Вент. Вот, друзья, такая команда. Собственно, вот так мы её исполняем. И, собственно, всё, мы, по идее, всё включили. Теперь мы, друзья, должны поставить первую точку. Просто тапнуть по блоку. Second Position, Send In. И координаты. Собственно, запомните. Теперь мы ставим другую. Давайте, допустим, мы ещё возьмём блок. Любой совершенно блок, неважно какой он будет. Допустим, досочки. И теперь мы, допустим, поставим вот такую высоту, друзья. Запомните, это то же самое, как и в привате, но немного другое. Собственно, подождите. Подождите. Так, первая позиция. И позиция номер два. Всё, отлично. С помощью джойстика всё можно легко делать. Теперь нам, опять же, понадобится залезть в чат и написать команду C. Допустим, друзья, мы делаем куб, да? Собственно, введём, давайте, случайный ID, который я помню. Допустим, 17 давайте введём. Ввели. Отлично. Собственно, вот у нас появился такой большой кубик именно из дерева. Но это не всё. Мы можем сделать размер совершенно любой. Чтобы не спутаться, вы просто сделаете ямочку вот такую. И теперь давайте так же всё отметим. Раз. И давайте улетим очень-очень далеко. Вот, наверное, столько хватит, да? И поднимемся довольно на высокую высоту. Собственно, сейчас. Подождите. Вот, поднимаемся. И, собственно, ставим наши блоки. Вот, друзья. Вот. Это на всё, что способны... Хотя, это ещё не всё. Вы можете весь мир вашего Майнкрафта заставить данным World Editor. Собственно, теперь давайте так же всё введём. Ну, собственно, Сид. Кстати, если ввели команду Вент, её водить больше не надо. Если вы, конечно, не перейдёте из мира. Если перейдёте из мира, заново ввести её придётся обязательно. Ввезём 8. Если не ошибаюсь, то это вода. Что ж. Начинается прогрузочка. Если это большая территория, то прогрузочка займёт довольно много времени. Например, у нас это заняло около 3-4 секунд. И вот у нас появилось такое чудо именно из воды. Собственно, как видите, пользоваться данным World Editor очень легко, если вам кто-то объяснит хотя бы начальные команды. Но, по идее, использование довольно простое, потому что здесь всё то же самое, что и в привате. Ну, друзья, вы можете также отметить, к примеру, и просто вот такую частичку, допустим, вот так. И давайте вообще уйдём очень далеко. Даже улетим. И вы просто измените полотно. Ну, не знаю, сколько, конечно, это займёт. И, собственно, ставим вторую точку. И, собственно, друзья, давайте также введём... Ну, я не знаю. Давайте совершенно рандомное число, которое я просто помню. Вообще не помню, я просто думаю, что оно есть. 41 давайте введём. И это у нас золото. Что ж. Как видите, сгенерировалось всё довольно быстро. Потому что в данном, так сказать, наборе у нас использовалось малое количество блоков. То есть, как видите, друзья, ширина, она, конечно, широкая. Но, что касается длины, то там, друзья, точнее вниз, она всего лишь в один блок. Поэтому всё быстро сгенерировалось. Как видите, всё работает без багов. Кстати, сейчас я использую тулбокс, в котором как раз встроен World Editor. Вы можете скачать тулбокс в плеймаркете совершенно бесплатно. Собственно, друзья, вот такое чудо можем творить с помощью данного плагина, данного мода. Раньше, я даже помню, создавали специальные моды для Майнкрафта по Ктедишн. Я не знаю, почему сами разработчики не хотят добавить данную функцию. Специально для креатива в виде отдельной штучки, в виде отдельного инструмента. Очень странно, я не знаю. Может быть, они считают это вообще за какие-то читы. Хотя, сами они позволяют нам уже в режиме выживания изменять наш режим. Не знаю, странно. Собственно, друзья, если вам был полезен данный урок, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok